Коммунальщики из Табаги устроили незаконную санточку в поисках нарушителей. Сотрудники Росприроднадзора совместно с общественниками выехали в местность вблизи Табаги. Именно там были обнаружены следы незаконного слива нечистот. Юрий Осипов разбирался в ситуации. Не успели участники рейда прибыть на предположительное место слива в район Табаги, как подъехала первая машина с нечистотами. Масштабы загрязнения впечатляют. В лесном массиве лежат целые наледи из нечистот. Весной, при оттайке, они вполне могут превратиться в небольшие водоемы. Не прошло и нескольких минут, как на то же место приехала вторая машина. Увидев экологов и нашу съемочную группу, вторая машина с нечистотами пыталась уехать. Но проверяющие успели их объехать и остановить. Как оказалось, на дороге их ожидала и третья машина. Со всех были взяты объяснения и составлены протоколы. Сами водители говорят, что их поимка ничего не изменит. Мол, всегда возили и возить будут. В первую очередь, зависит от человека. Живут как временщики. Потому что мы же боремся за экологию, чтобы детям осталось. И вторая, я думаю, основополагающая, это экономическая подоплека. Люди зарабатывают деньги, тем самым экономят свои расходы, а они понимают, что они наносят гораздо больше урон. Но водители УК, похоже, не особо боятся проверяющих. А где ваше водительское удостоверение? Водительское удостоверение я ГАИ покажу, а не вам. Это связано с тем, что штрафы за подобные правонарушения минимальны. По словам специалистов, это не единичные случаи, а целая система. Ежедневно туда сливаются десятки машин с отходами. Пока меры не ужесточены, контролирующие органы и экологи могут противопоставить нарушениям только подобные рейды. Если самым будут доказаны загрязнения или порча земель, то мы их будем привлекать к административной ответственности в виде административного штрафа. Либо должностное лицо, либо предприятие. Это уже будет выяснено в ходе расследования. В этот раз сотрудниками Росприроднадзора были взяты пробы для химического анализа. По этим фактам будет начато расследование. Ресурсы не вечны и неизвестно, сколько еще лет продержится природа. Юрий Осипов, Андрей Осикритов, МВК Саха, Якутск.